здравствуйте друзья у нас вечернее письмецо доброго времени суток михаил пишу вам из баку мы с мужем и маленькими детьми собираемся уезжать в сша с городом мы определились вроде решили ехать в чикаго я смотрю вас давно рассказывала про вашу школу мужу но как-то не заинтересовывало это его до сегодняшнего дня и вот сейчас у нас стал вопрос такой как нам быть если муж захочет учиться у вас на тестер ехать сразу к вам и поселиться там на время обучения а потом в чикаго как и планировали и как вообще нам это будет выгодно потому что у нас ведь маленькие дети как-то будет выглядеть ведь нам придется обустраиваться полностью ради комфорта детишек а потом что-то со всем этим делать я имею виду бытовые предметы так как мы не собираемся оставаться там из-за дороговизны а учиться онлайн это не вариант по версии мужа просто хотим от вас совета как поступить в нашем случае и сможет ли муж найти работу в долине на время обучения для подработки мы хотим подать на политику здесь он работает продюсером не знаю чего в америке нужно будет начинать с нуля мы готовы к этому нам по 27-33 года посоветуйте пожалуйста как правильнее будет поступить заранее спасибо вот такой вопрос ну что же давайте мы значит посмотрим на конкретику значит первое что мы поняли из серьезных очень фундаментальных вещей в самом конце письма мы поняли что у них значит путь это подача на политик хорошо таким образом месяцев ну я не знаю 78 у у них не будет разрешения на работу если как бы но все будет по сегодняшним как бы делом да может быть они приедут через год и через год уже там наймут эти десять тысяч значит работников иммиграционных служб и уже не нужно будет ждать там 5 6 месяцев а решение будет приниматься вот как несколько лет назад там буквально через две-три недели как хотя бы иммиграционный офицер через две-три недели может быть так будет я не знаю но пока вот исходим из того что сейчас им надо где-то жить жить им надо так чтобы с одной стороны все-таки обеспечивать детей то есть подрабатывать видимо у них не так много денег с собой чтобы так просто жить и ничего не делать ждать разрешение на работу смысл какой значит чикаго в этом смысле место замечательно я считаю то есть там и работы много и как сказать ну и город хороший конечно там некоторые вот говорят что сейчас там какой-то какое-то обострение там стрельбы там криминал какой-то и так далее но это не вообще в чикаго это есть места такие и они в принципе в разных местах тоже и в разных городах есть разных мегаполисов есть такие места где стрельба идет поэтому дело такое чикаго чикаго совершенно адекватное место более чем адекватно теперь получается так что ему надо где-то подрабатывать хорошо если он захочет вчетвером эти первые свои полгода там 6-7 месяцев находиться в кремниевой долине пока он получит разрешение на работу ему конечно тяжело придется очень всей семье придется тяжело потому что и дорого и как бы условия за те же самые деньги условия проживания у них будут хуже и так далее допустим они находятся в чикаго но тут муж который видимо знает себя да и он говорит я учиться онлайн не могу я если уже учусь тут я учусь тогда вот я приезжаю и учусь и я знаю очень очень много людей которые вот именно такие я я наверное и сам такой то есть мне очень важен внешний фактор такой организующий вот и какая группа в которой ты находишься тоже важно он конечно может приехать сюда один потом да то есть скажем они там устроились он по ходу дела получил разрешение на работу и там глядишь на там два месяца приехал к нам поучиться ну еще два месяца практику проходил допустим так если он не не рвется проходить практику очень многие люди не рвутся проходить практику они там поучились два месяца поехали домой там ищут работу так тоже нормально следующий момент вот какой если вот как ой в практическом плане давайте автобус пропустим в практическом плане что еще может быть конечно баку это не не москва не питер не харьков и не львов и не киев то есть я не уверен что там есть курсы по тестированию программного обеспечения прямо на месте вот вот этого я не знаю но если есть то может быть его там на месте взять если не брать курсы по тестированию может быть их там нет он вполне может пока суть до дела взять курсы по допустим там программирование на джаве например или по веб программированию какие-то курсы которые не обязательно заточены под кей прямо так уж прямо но тем не менее серьезные вещи базовые фундаментальные которые мы например не можем у себя покрыть потому что просто времени на это нет вот он может сейчас подготовиться в этом плане тогда ему будет намного намного проще потом не только работу искать но и подхватывать сам этот кей в как сказать в каких-то может быть разнообразных формах не обязательно вот здесь сидеть месяцами а там как-то может быть еще как то есть я бы на его месте на месте мужа по максимуму сделал бы то что можно сделать дома первое второе чикаго такое место где есть какие-то свои учебные заведения тоже которые учат тестировать то есть если скажем принципиально важно учиться вот таком формате не обязательно ехать для этого в кремниевую долину но учитесь учитесь у себя на месте там есть вот одних я знаю они называются for the group for the group я не могу сказать что я знаю там кого-то из выпускников но на форуме говорим про вес там как-то вот была информация и то есть есть какие-то курс наверное еще какие то есть или это консалтинг такой действующий вполне функциональный консалтинг который заодно еще и курсы проводит причем я когда на их веб-сайт смотрел и там эти курсы чуть ли там не в пяти разных местах по чикаго то есть это может быть еще достаточно близко к дому тоже то есть удобство имеет имеет место быть поэтому может вам просто уж так на них и сориентироваться ну чё ж теперь вот если он допустим учиться об этом for the group и я думаю там наверно не так недорого это все вот он там поучился и если вдруг ему приспичило приехать к нам и пройти у нас практику так это стоит в общем там не недорого вот он может при этом пройти наш курс на русском который вообще бесплатный в онлайне он может пройти наш курс в онлайне который там стоит 1000 долларов он на английском языке и этот когда он его ведет берет этот курс то там и проекты и там и в резюме пойдет пойдет очень много такого практического материала и так далее то есть он может совместить это все еще имейте ввиду что если он из чикаго к нам поедет то учеба плюс проживание вот где-то там не встанет ему десятку где в 10 тысяч долларов ему встанет поэтому честно я я не вижу но вот я не вижу почему это стоит таких денег правда то есть парню 33 года он молодой значит он может набраться чего-то в самом боку фундаментального серьезно он может в самом чикаго позаниматься он может в том же самом чикаго например позаниматься с кем-то индивидуально вот как с репетитором вот например когда мы ездили в чикаго и там есть плейлист у нас и там несколько сюжетов у нас есть с дмитрием человеком который учился у нас в онлайн-классе и который сейчас там работает очень успешно и возьмите вот пожалуйста позанимайтесь дмитрием я я не знаю вот он сам дает уроки или нет ну внук тонн а это он может вам кого-то там порекомендовать то дает уроки это намного эффективнее чем просто сидеть в классе где у нас вот тут бывает и там за 30 человек в комнате бывает я вчера группу начинал вечером уже дать как это даже не днем вечером обычно народу то меньше 37 человек вот ну там может быть несколько из них там посидели посмотрели и не придут больше это там было сколько-то там заплативших было 28 вот поэтому были еще какие-то люди которые пришли посмотреть но обычно обычно так половина на половину но это больше на больше 30 человек 5 вот так может быть ему индивидуально позаниматься или там бывает или занимается в маленьких группах там по два-три человека это и по деньгам дешевле будет вот и и ехать никуда не надо и так далее то есть так мне кажется поэтому я бы я бы на на месте вот этой семьи из баку рассматривал поездку мужик нам как абсолютно экстремальный вариант до которого даже я себе представить не могу чтобы дело дошло но вот не настолько не настолько свет клином на нас сошелся знаете чтобы уже вот так вот прямо вот и еще одна вещь вам скажу что вы можете конечно быть там на одни курсы пойти или на другие курсы пойти они могут быть очные они могут быть онлайн и вы но 90 процентов того что с вами произойдет с точки зрения знаний которые вы получите с точки зрения там многие других вещей это то как вы лично занимались понимаете какая история вот допустим у нас в онлайн классе я им говорю что вот урок идет один час чтобы прийти на этот урок чтобы подготовиться к этому уроку нужно потратить четыре пять иногда шесть часов если человек этого не делает все на этом месте заканчивается абсолютно все ничего не получится ну это в онлайне мы там встречаемся мало да мы там три раза в неделю по часу ну хорошо а вот когда класс вот тут вот живьем идет мы встречаемся допустим там три раза в неделю или четыре раза в неделю по пять часов ну хорошо или 15 или 20 часов зависимости от расписания или там 12 часов неделю если вечером но все равно же еще столько же минимум надо же заниматься самому тоже понимаете вы можете отсидеть в классе 20 часов но еще 20 ты надо прозаниматься а жила а если 30 так еще лучше а если 40 так вообще мечта поэтому вот это вот эти вот ребята которые у нас full time занимаются вот я сейчас ухожу из офиса вышел они сидят весь день сидят в классе сидят после класса сидят до ночи сидят выходные приходят у них ключи есть там есть дежурные такие они с ключами вот в субботу сидят и воскресенье сидят поэтому я бы не не абсолютизировал уже так конечно внешне внешние условия безусловно то есть те люди которые вас направляют да от них от зависит потому что они вам дают или дадут правильное направление или никакого или совсем этого загонят не стоит безусловно те с кем вы идете да кто вас ведет они должны быть компетентны и опыт иметь и так далее вот но так вот так бы я сказал то есть значит просто получилось так что супруга смотрит наш канал она узнала про нашу школу и муж теперь думает ну хорошо ладно но вот вот есть эта школа но например не знает что есть там другая школа поэтому я бы на месте вот женщины этой просто начал боже как-то интересоваться в чикаго и по части иммиграционного адвоката тоже чё же надо же наш там на месте иметь иммиграционного адвоката который проверенный там с рекомендациями и по части там тех же кейных школ но наверняка там есть еще не за я думаю что мне одна и не 2 и даже не 3 и 4 наверное побольше есть вот это же бы справки новодел а когда уже живьем приедете посидите на уроке посмотрите как вот есть клик такой или нету клика вот если клика нету не ходите а если есть значит значит оно свои ребята и будет будет вам там хорошо вот такое мое рассуждение